Друзья, всем привет! Приехали сегодня опять в две столицы. Леха у нас тут главный ролик, как обычно. Давайте сейчас поговорим немножко о небольшой казус. Наверное, многим это будет интересно. Обратите, пожалуйста, внимание на второй этаж данного жилого комплекса. Напоминаю, это две столицы. И вы можете здесь увидеть, у нас вот такое вот интересное остекление, где еще не поставлены, в принципе, окошечки. Где-то уже все нормально, а где толку нету. И изначально застройщик сдал вот эти квартиры на втором этаже, в принципе, без остекления. То есть потом приняли решение, что остекление будет доделано, и сейчас они его доделают. Очень интересно, с чем это связано, и очень такое необычное решение. У нас еще квартира на втором этаже, евро-двушка, и мы попали в точно такую же ситуацию. Могу вам сразу сказать, то что за остекление застройщик дополнительные денежные средства не брал. То есть просто позвонили на мобильный телефон, попросили подъехать, подписать ДОП-соглашение. Мы подъехали, подписали, нам поставили вот такие вот окошечки. То есть в данном случае наша квартира вот эта, и вот ждем пока поставят сами окна. Леха, сколько этажей? 17 здесь? Да, 17 технические. 17 технические. Вот здесь у нас открываются уже какие-то магазины, то есть как обычно первые, это заезжают строительные, и вон там вот уже я заметил продуктовый магазин. Я думаю, что пока что здесь откроется какая-то сетевка, семья, Дикси, Магнит или Верный. Ребята там за 3-4 месяца отобьют уже, в принципе, свой бюджет и спокойно съедут отсюда. Ну а сейчас мы поднимемся с Алексеем в квартиру-студию, которую вы могли видеть в предыдущем видеоролике, и посмотрим на ту отделку, которую нам сделал застройщик за определенную доплату. Пойдемся за определенный срок. Леха, сколько делали по времени? В договоре написано было два с половиной месяца, по итогу сделали за два месяца. Хотя, честно, я рассчитывал, конечно, что будет немножко быстрее. Будет быстрее. Потому что обещали, как бы, ну... Квартира самая по себе небольшая. Но договор ничего не нарушили, даже... Они с запасом прописали этот момент. Даже с запасом, да? Да. Смотрите, да, уже вот кто-то заезжает, покоцали плитку, разбили. И вот дальше... Сегодня поедем на этом красивом месте. Ну, друзья, видите, соседи занимаются стринством. Кто-то что-то понимал, и... С лифта сняли уже пленочку, и, конечно, уже весь вот сарапанный, покоцанный, грязный. Кстати, хочу сказать сразу. Протек технический этаж. Опа! Смотрите, друзья. Уже второй раз у меня такое. Ну, мне все застрелы. Я, кстати, боюсь, что летел. Ну, раз нечего, я уже застревал буквально на полминуты. Поехали. Еще раз попробуем? Да, еще раз попробуем. Если еще раз застрянет, то пойдем в грузовой. Давайте. Это я наругался просто на лифт, и он за это сломался. Обиделся. Ну, а что, Занька? Поедет, нет? Нет, Леха, как тут? Нет, Леха, пойдем на второй раз тоже через счет. Давайте, выпустите нас, пожалуйста, мы поедем на другом. Давайте нажмем на прикладку. Да, все. Вот мы не призываем. Вот такая вот наша стала. Леха, ну, ты как вообще заказал уже мебель? Мебель все заказал, да. Привезли пока только холодильник, сейчас можно увидеть. Остальное еще все в ближайшие дни. Надеюсь, оперативно все привезут и сдать уже за июнь и июнь. И во сколько планируешь ждать против? От 20 до 22 плюс 12. От 20 до 22 плюс 12. В этом интервале. Ну, хорошая цена, да. Хорошая цена. Сейчас посмотрим, что нам сделал там застройщик. И очень мне любопытно. То есть перебьют ли они качество отделки в Сэтл Сити, или что все-таки будет как-то попроще. Сейчас давайте смотреть. Ага, убрали мусор здесь, я вижу. Да, убрали мусор. Подожди-ка, подожди. Сейчас вот посмотрим здесь. Здесь тоже мусор убрали, все вклеили. Ага. Ну, здесь вообще все оторвали, я понял. Ага, раздолбили здесь у нас подоконник. Все, подоконник. Подоконник сейчас потрачу. И ты говоришь, что нам была какая-то протечка, да? У нас еще стык отожа. Да, оставят заявку. Мы все сделали. Малансы очень быстро. Хотя воскресенье я знаю. Здесь подоконник тоже потрачу. Походу завелся какой-то бобер, который привезет здесь подоконники. Неприятно, да. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что они будут меняться. Но если кто-то из представителей двух столетий все это сделать, смотрит, мы попросим вас принять какое-то решение, подоконники все-таки заменить. Красиво, неприятно. Неэстетично. Да. Портит, да, согласно. Здесь нормально. Ну, мусор убрали, это уже хорошо. Это здорово. Ага. Так, кто-то у нас здесь уже меняет холодное остекление на теплое. Это хорошо. Это лоджи есть, да? Это лоджи, да. Да, это лоджи. Ну, правда, по деньгам это стоит недешево. Друзья, если кто-то занимался данной историей в последнее время, напишите, пожалуйста, стоимость, будем вам благодарны. Если заменяем за... Ага, вот, кстати, да. Не на правах рекламы, но вот. Вот, видите, вот тут была протечка. А, потекло, извиняюсь. Технический этаж. Даже видно немножечко здесь. Лежка остались. Сейчас, Лёх, открывай, давай, смотрите. Опа. Да, я уже вижу, что все поменялось у нас. Заходите. Смотрим. Ну, начнем с хоба. Там еще работы ведутся пока. Сегодня последний день. Но могу сказать, что двери очень похожи на двери, которые ставятся в квартирах Сэтл-Сити. Они прям фактически идентичные. По дверям все понятно. Это у нас холл. Вы его помните. На полу у нас получается ламинат. Пластиковый плентуса в цвет ламината. Обои под покраску. Да? Все правильно, да. И натяжной потолок получается. Вот здесь, Стане, у нас таким путем выграли вот этот угол. То есть, ну, поклеенный, конечно, не супер качественно. Ну, и не самый плохой вариант. Вытяжной потолок. Два светильничка. Плинтуса. Угу. Вот этот у нас плинтус прикручен на один саморез, если вы обратите внимание. Здесь у нас остаются такие дырочки. Я, как понимаю, скорее всего, стоит на жидких гвоздях. И связано это с тем, что в данном комплексе идет горизонтальная разводка коммуникаций. Скорее всего, боялись пробить саморезами какую-то из... Ну, одну из труб. Хотя саморезы, конечно, маленькие. Но это, как вариант, я могу лишь предполагать. А это у нас получается санузел, да? Помните, какой у нас был? Ну, здесь у нас сделали, получается, короб. Ага. Короб. Он заделывает, получается, отверстие. Да, 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 да. Здесь, опять же, выровняли нишу. Плитка, ну, плитка, на самом деле, неплохая. Угол зарезан, я считаю, здесь неплохо. Видите, здесь у нас такие идут карандашики, да? Верхняя галтель сделана не очень хорошо. Есть зазоры. Потолок у нас здесь, получается, пластиковый наборный, да? Реечный. Реечный, да. Звумя светит. Фонарики. Ванна, Алексей, не меня. Ванна – это акриловая, да, только… Ну, не вкладыш, конечно, но ванна – это строящая. Леха привез, уже стирал туканде. Распродажа где-то, нет? Не совсем. Это… Перенесли розетку, помнишь, да? Ага, перенесли розетку. Перештрабили, да, на эту сторону. Сделали слив. Ага. Здесь такой пластиковый уголочек. Затирка сделана, ну, не супер хорошо. Видите, какие-то здесь дырочки. Ну, я думаю, что именно на те деньги, на которые Алексей заплатил. Ну, по затирке, конечно, есть какие-то моменты, но ничего критичного нет, и в крайнем случае можно действительно вытереть самому. там, опять же, здесь уголочек зарезали в таком, в самом невидном месте. Ну, на 3 с плюса могу так сказать. То есть, для данной стены вполне это все дело неплохо. То есть, я ожидал, что будет похоже. Это у нас комната. Здесь у нас входная дверь, да, получается, опять же. Входная дверь. Ага. Обои также выпускают покраску. Розетки остались от застройщика Алексей, ничего не менял. Плютуса здесь тоже пластиковая, на полу ламинат. Ага. Люстру сам покупал, Леха? Да, сам покупал. Повешали ребят тоже. Ага. Вешали, ребята, ты с ними заговорился. Здесь у нас какая-то непонятная история. Я попросил опустить. Разве надо не помнять, это опустить. Вот все. Вот этот шнурок попросил опустить для панельки. А вот эту, как я понимаю, ты… Чтобы выше столешницы было. Попросил поднять. Особой косметики я тут не делал, потому что мне все закроют. То есть, ты планируешь, что здесь закроется кухня, а здесь уже будет фартук, который тоже все будет делать. Да, и тут будет панель снималась, которая все закроет. Угу. Угу. Соответственно… Так же натяжной потолок у нас здесь, да? Да, натяжной потолок. Лех, я, смотри, ты любитель красных холодильников. У тебя прям фетиш какой-то ты там… Прешься по красным холодильникам? Мне нравится, да. Старается немножко, да. Весел. Я люблю лених холодильников. Угу. Здесь у нас сейчас выкладываем плиточку на балконе. Ну, так гораздо красивее будет выглядеть. Работа уже заканчивается. Ну. Цель на заканчивается. Цель на финале. Ага. Угу. Мне нравится. Заходить туда не будем, чтобы ничего не сломать, да и не мешать. Вот такая у нас отделка. По качеству я могу сказать, что она немножечко, ну, уступает качеству отделки с этого сити. Опять же, да, вот эти кусочки, я смотрю, такой очень большой у нас заморчик. И здесь, и здесь, да. Ну, а что вы хотели? А пластиковый принтес. То есть, тут, видите, на колесах посмотреть. Совсем если придираться. То есть, стеночку как бы не до конца вырубить. Да нет, друзья, нормально всё. Лёв, слушай, скажи по деньгам, сколько ты отдал за эту отделку? По стоимости, как и говорили, там 9,5 за квадратный метр, на уровне 10 получается. Вот на мою площадь 280 тысяч обошлась как раз на живую площадь. 280 тысяч? Полностью за отделку. Полностью за квартиру получилась. 10 тысяч за подарок. Давай ещё скажем просто простой, вот чтобы подбить как бы итоги. За сколько мы купили эту квартиру? Со всеми скидками за 2,300 купил. 2,300 обошлась нам именно сама квартира и 280 обошлась нам отдельно, да? Без учёта денег не получилось 2,580. Друзья, делайте выводы, ЖК 2 столицы, Санкт-Петербург, Звёздная, станция метро Звёздная. Вот такая у нас интересная квартира. Бралась она без отделки. Отделку докупали отдельно от подрядчиков. Именно от застройщика, от подрядчиков. Ну скажи, Елка, ты вообще доволен? Нет? Ты доволен? Да, я думаю, тоже был хуже. Будет хуже. Потому что то, что было с черновой, я думаю, если бы я заказал такую же отделку отдельно, не было нам пришлось дороже. Соблота была сложная. Мы сами видели, какая была черновая отделка, сколько надо было заделать, сколько надо было цемента выровнять, штукатурки. Поэтому я думаю, что... Фурнитура у нас какая-то, такая прям модненькая. Как раз товарищ у нас отошел, давайте сейчас быстренько глянем, что происходит на балконе. М-м-м. М-м. Ну, ложа на самом деле вообще топовая. И мне такой ложи крайне не хватает у себя в квартире. Ложи прям супер. М-м. М-м. Да, да. Да даже не то, что давай, вопрос сам по себе приятный. Мне нравится. Ну, вы по отдельности сняли выход или отдельно сняли? Ну, в общем, ребята, посмотрели с вами квартиру-студию с отделкой. Отделки я ставлю три с плюсом. Видел получше, видел гораздо хуже. Не буду называть застройщики, которые сдают квартиры с отделкой хуже этой. Но такое, к сожалению, у нас в Санкт-Петербурге бывает. Мне все нравится. Стоимость, я считаю, по самой квартире. Цена-качество, да? Цена-качество адекватная. Ну, на сегодняшний день застройщик продает эти квартиры где-то... даже не застройщик, а собственники, да, уже тот, кто получил собственность, продает эти квартиры от трех-двухста где-то до трех-пятиста. И у застройщика есть несколько квартир по стоимости 3 миллиона 600 тысяч рублей. Друзья, вот так вот у нас две столицы выглядят со стороны. Соседние корпуса там, где стоят краны. И сегодня нам еще Леша покажет тайную тропку, которая идет у нас к станции метро Звездная, точнее к Дунайскому. Я бы сам, честно говоря, не добрался. Легко. Она в два раза быстрее, чем мы шли первый раз сюда. Кстати, мы тогда дошли почти до сюда. Тут было перекрыто, и мы пошли вот то, что вы видели по тем колдобинам. Вот сейчас это мы все минуем за счет... Вы смотрите, просто какая история. Проход только по магнитным ключам. Вы представляете? Смотрите, какая дверь, колючая проволока. Бах! Хорошо. Представляете, эта дорога ведет у нас к Дунайскому. Вы можете себе это представить? Я лично за вами. Вот так вот у нас выглядят дома, которые выходят к Пулковскому шоссе. И вот здесь у нас такой пустырь, который, наверное, тоже будет застраиваться. И что-то тут будет парковка какая-то. Дорога. Не знаю. Друзья, подходим к концу этой самой дорожки. Ну, я, честно говоря, удивлен. Там какая-то будка охраны. И вот здесь вот уже можно... Это рабочих контролирует по магнитным. И вот здесь вот уже, на самом деле, можно вот так вот пройти. Вот дорожка, конечно, не доделана. Можете здесь обратить внимание. И вот насквозь выйти уже к Пулковскому шоссе. Такая детская площадка. И, конечно, вот этот район уже у нас, ну, фактически полностью обжит. То есть тут уже... Ну, да, да. Вот мы сейчас выходим с вами за этот забор, за колючую проволоку, и попадаем с вами практически, практически, да, практически на Дунайский проспект. Буквально для него остается там метров, ну, 200, наверное, да? Да, для этого. Вот, ну, угодно, да. Есть. Угу. Утончается мостик, и начинается у нас Дунайский проспект. Больше ничего не заборов нет. Лех, давай прощаться. Давай, да. Спасибо большое тебе за то, что разрешил вам поснимать в очередной раз. В очередной раз. Есть информация. Да. 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 Расти, развивайся, копи денежку, и надеюсь, что через пару лет мы с тобой будем снимать уже, снимать новый видеоролик по какой-нибудь секретной трехкомнатной квартире. Надеюсь, растешь, все будет хорошо. Все, друзья. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Удачи. До скорых встреч. До скорых встреч. Удачи! 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 Поехали!